Экономит время на обед школьникам и затраты администрации на систему питания. На входе в столовую установлен терминал самообслуживания. Пока экспериментально. Наши корреспонденты опробовали нехитрую технику. Я хочу купить просто, предположим, пачку сока и пирожок. Вполне вероятно. Я подхожу, мне нужно выбрать выпечка. Все меню на экране. Если какое-то блюдо заканчивается, информация мгновенно появляется в терминале. Как только заказ оплачен, на кухне об этом узнают по чеку. Пока школьник идет до стола раздачи, заказ уже на подносе. Новый терминал сегодня испытали в 17-м лицее. Все блюда разделены по категориям. То есть это выпечка, завтраки, обеды. Удобно, что... Сама оплата удобна. То есть не надо, как это бывает, монетки бросать. Купер и вставлять именно карточка. Это очень удобно. Я заказала себе обещанное пирожное. Очень быстрый заказ прошел. И особенно не надо долго ждать времени, пока очередь пройдет. Большая перемена – 20 минут. Если стоишь в очереди, уходит половина этого времени. На обед остается пару минут. Питаться на бегу не придется. Терминал решает эту проблему. Наша информационная стена будет оформлена таким образом, что стол выдачи заказа будет оборудован телевизором, терминалом, где ребята будут видеть, какой номер заказа уже приготовлен. Все, как в современном кафе. Только пока – это эксперимент. В первый день и чек до конца не выходит, но это поправят. И вместо картинок только название. Вскоре появятся смачные фотоблюд. А также стенд с подробной инструкцией, как пользоваться терминалом. Программное обеспечение писали в Северодвинске. Заказывали аппарат в Москве. С точки зрения абсолютных величин, конечно, дорогой. Он стоит порядка 80-90 тысяч рублей. Но с точки зрения сравнения с терминалом кассовым, которые стоят у нас на раздаче, он дешевле. Сейчас мы откатаем технологию на 17-м лицее, потом продвинемся в 14-ю гимназию. Когда? Ну, если будет все благополучно, то первый аппарат появится в этом году, в 14-й гимназии. А вот в школах с младшими классами таких терминалов пока не будет. Хотя, если эксперимент удастся, не исключено, что и малыши научат им пользоваться. Валентина Приходько, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.